Если вы еще не вступили в группу, то это сможете сделать по ссылке в описании видео. Вступайте в группу. Публикация постоянных акций и ссылок на TV-боксы, квадрокоптеры, планшеты, телефоны, смарт-часы. Все по ссылкам, предоставленным сотрудниками компании GearBest. Всем привет! С вами канал СуперАндроид. И сегодня у нас видео о том, как дистанционно управлять своим Android-устройством по Wi-Fi и USB с персонального компьютера. То есть вывести изображение с вашего телефона или планшета на персональный компьютер. Управление доступно как с ПК-мышкой, так и с Android-устройства. С трансляцией того, что происходит на экране телефона на ваш персональный компьютер, как по Wi-Fi, так и по USB. Такая вначале небольшая демонстрация, а сейчас перейдем к самой программе. И я покажу, как все дело настроить и как это работает. Для начала скажу, что нам необходим сам Excel-файл на персональном компьютере и APK-файл на вашем Android-устройстве. При первом подключении вам будет предложено зарегистрироваться, купить, но она очень дорогая, и Evaluate. Ну, то есть продолжить в таком, скажем, режиме, который не требует ни регистрации, ни покупки. Итак, первое, что необходимо сделать, для того, чтобы активировать соединение по Wi-Fi, для начала необходимо подключиться в режиме USB. Нам будет предложено подключиться, должна быть включена отладка по USB в настройках вашего Android-устройства, и появится вот такое вот окно. На экране вашего телефона запускаете запустить, и получится соединение по USB. Все довольно-таки просто. Вот так все это дело выглядит. Сбоку ваш аккаунт, запись, скриншот, воспроизведение и запись видео. Тулс – это инструменты, дополнительные программы, которые можно скачать от разработчика, и настройка. Здесь можно выбрать язык, задать, настройки записи, то есть если вы будете записывать. Но, повторюсь еще раз, в бесплатной версии есть ограничение трех минут. Здесь можно настроить директорию, куда запись будет сохраняться. Помимо всего, ну сейчас давайте сделаем небольшую запись, и посмотрим, как все это дело происходит. Вот у нас пошла запись, мы можем сейчас выйти в основное окно, позаписывать и нажать «Стоп». Теперь запись доступна, она выглядит вот так, то есть вот это вот окно триальной версии. Если вы программу купите, тогда этого всего не будет. По умолчанию путь сохраняется. Для того, чтобы настроить подключение по Wi-Fi, как я уже сказал, необходимо сделать в любом случае первое подключение по USB, после чего вы сможете подключаться по Wi-Fi. Управление, как я показал в начале видео, доступно и с Android устройства, и с экрана вашего смартфона. Есть факт, можете перейти по ссылке и посмотреть, если что-то непонятно. Скажу сразу, что обновленная версия, которую я обновил сегодня, выводит даже в демо режиме вот сюда такое окно, которое рекламирует программу. Там пишется «A Power Mirror». То есть, если у вас будет желание работать без этого окошка, внизу в описании будет архивчик с .exe файлом и .apk, который работает без этого окна. Для того, чтобы подключиться по Wi-Fi после первого соединения, то есть вы сделали соединение по USB, и теперь мы сейчас выйдем из программы и подключим это дело все по Wi-Fi. И для того, чтобы запустить трансляцию по Wi-Fi, необходимо вновь-таки запустить программу, дождаться пока она активируется. Тут нажимаете «Evaluate», выбираете «Wi-Fi Connection». В самой программе тоже выбираете подкладку «Wi-Fi Connection» и нажимаете «Mirror». Выбираете «Компьютер», нажимаете «Запустить» и теперь трансляция, как я уже говорил, доступна с вашего Android устройства. Обязательно обратите внимание на то, что для активации соединения по Wi-Fi первый запуск необходимо сделать именно по USB, иначе ничего работать не будут. Все опции доступны. И запись видео, но опять-таки запись будет, как я уже говорил, с вот этой вот надписью «Unregister». То есть все пишется как по Wi-Fi, так и по USB, но надпись. Программа очень дорогая, 69 долларов, я думаю, что это очень дорого. Но еще раз повторюсь, если вы не хотите уведомления на экране, скачайте версию по ссылке в описании видео, и вам будет доступна вот такая вот штука, и вы сможете снимать видео для YouTube, если вам это будет интересно. В общем-то на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!